То есть, все. Продолжаем наш вечерний эфир. Это разговор с историком. Сегодня мне компанию составила Елена Леонидовна Кривоносова, специалист национальной библиотеки имени Доможакова. Здравствуй, Лена. Добрый вечер. Сегодня мы решили обозначить дату именно таким образом. А юбилей... Вернее, тему, вернее, говорился сразу, сразу проговорился. Тему обозначим следующим образом. О юбилейных датах в истории Хакасии. Собственно говоря, почему возникла вот эта тема? Дело в том, что на этой неделе состоялись публичные слушания по республиканскому бюджету на 2024 год. Ну, то есть, как бы событие такое резонансное. И четыре района, четыре муниципальных района республики Хакасия выразили, высказали о намерении праздновать свое столетие. То есть, четыре района. В Хакасии мы знаем их восемь. Ну, вот возникают такие вот моменты. То есть, почему именно четыре района? То есть, почему не все восемь? И вот эти моменты, они, может быть, немножко даже накладываются на то, что вот самая-то, наверное, яркая, наверное, может быть, и отправная ключевая дата оказалась практически, по-честному, если не замечено, практически публикация. Ну, 14 ноября, вы имеете в виду, столетие создания Хакасского уезда. То есть, фактически мы получаем на карте Хакасию 1923 год, то есть, 100 лет назад. Причем вот здесь, как бы, пользуясь тем, что у нас времени достаточно, всегда просто этот момент мы, вот этот документ мы всегда каким-то образом цитируем по кусочкам, потому что в книжках он опубликован, да, то есть, можно найти, как бы, вот, я специально прям в таком архивном сборнике нашел собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства за 1923 год. Просто, еще раз подчеркну, полным, он очень объемный, поэтому в программы, там, в какие-то сюжеты он попадает редко, то есть, исключительно в какие-то цитаты. Здесь просто предлагаю с ним ознакомиться, поскольку, да, это вот оно. Декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета об образовании Хакасского уезда Енисейской губернии. Президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета постановляет выделить Инороческий район Минусинского уезда Енисейской губернии на правах отдельного Хакасского уезда с центром в селении Усть-Апаканском, к этому моменту мы еще вернемся, в составе властей. Минусинского уезда, Аскысской, центр селения Аскысская, Синявинской в власти, соответственно, центр селения Синявинская. Кто сейчас знает, да, где-то? Усть-Абаканской в власти, центр селения Усть-Абаканская, Усть-Есинской в власти, соответственно, центр селения Есинская, Усть-Фыркальской, центр селения Усть-Фыркальская. Это вот то, что касается Минусинского уезда. Пять властей. Ачинского уезда. Кизыльской волости – центр селения Божье Озерское. И из Кузнецкого уезда – Томской губернии – Сейской волости – центр селения Большая Сея плюс Абаканское лесничество. То есть, получается, что 7 властей из 3 уездов и 2 губерний. То есть, вот такая лоскутная карта получается у нас новообразование. Причем, восьмая волость, она как бы присутствует незримо, но в этом документе не упоминается. Таштыбская волость тоже есть, но здесь, как мы видим, изначально, то есть ЦИК не включил ее в состав Хакасского уезда. Почему? Ну, чуть попозже об этом. В состав образуемого Хакасского уезда в видах устранения через полосицы включить Июса-Улюпинский заказник, примыкающий к выделяемой территории с запада. И Ачинско-Горную волость – центр селения Покровское, Чебаки тоже, представляющие из себя золотопромышленный район, бывший Ачинского уезда, расположенный между Заказником и Кизыльской волостью, а также Июса-Тунгужульскую, Козырганскую, Туимско-Ульгуташскую и Сонскую казенные лесные дачи, пересекающие Инороческий район. Русские поселки, расположенные по линии Ачинской-Минусинской железной дороги и внутри Инороческой территории. Заводские поселения рудников Улень и Юлия, а также курорт озера Шара включить в Хакасский уезд. Подписали председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета Калинин, секретарь Всероссийского центрального исполнительного комитета Сопронов. 14 ноября 1923 года. Ну вот отправной документ, по сути дела. Ну да, документ, я считаю, что он вообще должен быть где-то прям растиражирован каким-то образом. То есть, о нем нужно знать, потому что здесь вот уже встречаются такие названия. Практически мы, вот эти заказники, какие-то вот лесные дачи. Это на современному человеку очень тяжело на слух воспринимается. Но лесные дачи – это все лесные массивы, какой-то период Российской империи, вот начало советской власти, они подразделялись именно на такие участки. Были лесные кондукторы, которые отвечали. Ну это про образ лесничих. Ну вот моментов много, которые мы как бы не знаем. И плюс вот, конечно, вот эти, мы видим транспортные какие-то, да, вот нюансы. То есть, по еще, так скажем, незавершенной дороге Ачинска-Минусинск, да, относят потом промышленность, золотодобывающая, Туим, вот это будущая цветная металлургия. Ну то есть, для того, чтобы существовал субъект, нужна, конечно, и промышленность. А вот заметь, да, получается, что не просто власти объединили, да, скажем так, собрали в одну кучу, в одну единое целое, да, то есть, получилось так, что еще и через полосицу устраняли, то есть, по сути дела, вот какие-то вещи могли не войти какие-то районы, да, то есть, Ачинский город. Ну вот здесь Божья Озерская, видите, она же потом ушла, Шариповская, это часть Шариповского района ушла во время войны, тоже на территорию Красноярского края вернули, сейчас это же не будет. Ну добровольно отдали, да, то есть. То есть, как бы в Шариповском районе так периодически говорят, что Хакасия сама от нас отказалась, ну там в силу объективных причин там как бы... Вообще, конечно, на сегодняшний момент не хватает такого большого академического труда, который бы объяснял все административно-территориальное деление нашего небольшого субъекта. Ну вот тут я периодически говорю, смотри, не упомянута таштыпская волость, а почему? Потому что не включили, не включили, она была... Ну это казачья, скажем так, станица, казачья станица, то есть, и по сути дела получался такой небольшой анклав на юге Хакасии. То есть, в 1924 году... С другой стороны, Бейская волость тоже там, Таштыпская... В Бейской сейчас дойдем. Да. Потому что Таштыпская волость в 1924 году провела, там состоялся съезд, они выразили желание, обратились в Красноярск с тем, чтобы их присоединили к Хакасскому уезду. То есть, они как бы понимали, что они в принципе территориально, как-то экономически они тяготеют к созданному региону. А вот то, что касается Бии, Бейского района современного, где у нас Саиногорск, Саиношушинская ГЭС, то это... Село означенное. Да, на тот момент в состав Хакасии не входило. Да. Она вошла только во время войны, этот район был организован. Они входили, если не ошибаюсь, то в Шушинскую волость. Да, там история такая была, что Бейский район, в принципе, он как бы свою историю может начинать с 1924 года, но тогда он входил в состав Минусинского округа. Да. То есть, он подчинялся Минусинскому, скажем так, вот этому. И здесь... То есть, всё, что было к югу от Абакана, то есть, всё, что мы видим, это была территория, скажем так, соседнего региона. То есть, к нам никак не относилось. И здесь момент... Буквально мы обрисовали границы, то есть, много непонятных на слух названий, то есть, наименований, которые сейчас уже ушли в прошлое. Так почему всё-таки четыре района? То есть, 1923 год, мы видим волости, но в этот момент уже происходит такое движение, такое административно-территориальное реформирование в стране. То есть, от властей и уездов. Ну, это всё-таки такой имперский... Отказывается, да. Мы отходим. И выходит у нас округа и районы. То есть, у нас образованный в 1923 году Хакасский уезд, в 1925 станет округом. Может, что-нибудь про административно-территориальное на деле они рассказывают, что что-то как-то перехватило инициативу. Да, очень даже можно заслушаться. Вообще, я понимаю, что когда начинаешь заниматься историей какого-то отдельного района, города, возникает путаница. Если профессионал-историк не расставит точки над «и», то, конечно, людям далёким от такого учёта законодательных актов, это же определённый вид документов, конечно, тяжело разобраться. Я когда в 2020 году писала работу по истории Черногорска, то посвятила достаточно долго времени, чтобы именно отразить вот эту всю административную... А Черногорску сколько? Ну, Черногорск как поселение. С 1907 года официально нам повезло, что статус города мы в 1936 году, так скажем, нам получили в составе Красноярского края уже. Но до этого, вы знаете, очень много было различных, так скажем, принадлежностей. Сначала начнём с того, что в 1918 году была национализация при Совете народных депутатов, так, СовДЭП был так называемый, была национализация Черногорских копей. Затем мы знаем, что событие, часть территории отошла под влияние Голчака. Да, то есть, тут у нас есть такое, у историков такое определение, первая советская власть и вторая советская власть. Да, вот вторая советская власть, мы вот начнём с неё, это конец 1920 года. Это вот конкретно, когда уже 5-я армия освободила, значит, вот нашу территорию. И начинается формирование новых территорий и органов власти. В 1918 году орган управления промсовет Черногорских копей у Стебаканской волости. Затем в 1923 году наш населённый пункт отходит к созданному Хакасскому уезду. В 1924 году нашу территорию определяют к Черковскому уезду. Вот даже так. Сначала мы были в составе Устебаканского уезда, затем... Району, району. А, району, извините, да. Району. Да, затем к Черковскому району Хакасского уезда и Несельской губернии. А в 1925 году создаётся Сибирский край и Хакасский округ, Черногорский промсовет, Хакасский округа Сибирского края. Затем, 1929 год, статус меняется с промсовета на рабочий посёлок у нас появляется. Рабочий посёлок, мы относимся, значит, к поселковый совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Хакасского округа Сибирского края. 30-й год, это ещё не всё. Западно-Сибирский край, затем Хакасская автономная область, ну и затем Красноярский край. То есть, очень сложно. А для чего все вот эти, я перечислила... А это вот как раз вот эти нюансы, которые, кажутся, может быть, излишними их отбрасывают, но тут теряются и теряются. Документы, конечно. К каждой принадлежности к каждой определённой территории, там и откладываются документы. Очень много документов по Черногорску можно найти, как ни странно, ни в городском архиве, ни в республиканском архиве. Сначала до 34-го года в Новосибирске, так как мы принадлежали к Сибирскому, а затем к Западно-Сибирскому краю. После 34-го года, конечно, в Красноярском архиве, в новосознанном Красноярском крае. Я думаю, что ситуация по районам... И вот мы, надеюсь, зрители и радиослушатели не запутали вот этими нюансами, но это только один населённый пункт, а районов четыре и принадлежность... Почему четыре? Мы сейчас как раз моменты объясним. Дело в том, что... Ну, кстати, для справки. Вновь образованный Хакасский уезд, образца 1923 года, в нём нет ни одного города. Да, ни одного. То есть, есть сёла, населённые пункты и так далее. То есть, селения, как они названы в документе, который я уже цитировал. То есть, мы видим Аскиз, нам понятно, где это, что это и так далее. То есть, мы видим Усть-Абакан, Усть-Абаканское, вернее. Село, селение Усть-Абаканское. Которое выбрали в качестве... Центра. Центра. То есть, а вот момент в чём, раз уж так коснулись. Вот, допустим, если брать... Ну, как Абакан, как город, мы знаем, своё столетие отметят в 2031 году. То есть, тут как бы уже это всем известно, это не оспаривается. А вот если брать, например, у города есть в любом случае предшественник. Это село Усть-Абаканское или Усть-Абаканск. Ему сколько? Вот посмотрел, как бы... То есть, мы все прекрасно знаем, что село становится селом, как только в нём появляется церковь. И вот так, собственно говоря, некоторые историки, я, кстати, полностью не солидарен, сходятся на том, что 1863 год, момент строительства, скажем так, в 1863 году Никольский храм уже в селе Усть-Абаканском уже был. Почему? Потому что в это время, как раз это май 1863 года, здесь по югу, по южным районам Енисейской губернии проезжает с такой ознакомительной миссионерской поездкой Преосвященный Никодим, первый епископ Енисейский-Красноярский. Вот, и он проезжает через село Усть-Абаканское. Он называет его село Станица, и рассказывает о том, как здесь дела с храмом. То есть, по сути дела, 1863 год. То есть, сколько у нас получается тогда, собственно говоря, как селу Усть-Абаканском? 160, да. В принципе, тоже круглая дата. Да, мы можем, знаете, судя по таким отправным точкам, мы можем праздновать столетие, 150-летие практически через год, через два, через три, смотря, что брать за такой окончательный вариант, исторически подтвержденный и так далее. Ну, вот, идем дальше. Подходим как раз к нашим четырем районам. По сути дела, у нас Хакасский Усть сформирован, так, в общих границах. Но идет эта административная реформа. То есть, волости превращаются в районы, идет укропнение, перераспределение и так далее. И у нас на карте в 1924 году по результатам вот этих... То есть, это же не просто, скажем так, на карте начертить. Это проходит съезд депутатов народных. Утверждается, выносится на повестку, утверждается, протоколируется. Серьезно все. То есть, избирается руководство района, руководство партийное, тоже районное. И, по сути дела, вот эти все съезды организационные. То есть, ноябрь – это у нас появление, скажем так, Хакасского уезда как такового. Но это не значит, что он сразу прям так образовался. Потому что, например, тот же самый Итыгин, как мы знаем, в январе. Январь-февраль, да. То есть, январь-февраль. С этого времени начинается работа Ревкома. И проходят эти районные съезды. И мы вот как раз к 1924 году, скажем так, в 1924 году, мы видим на карте Хакасского уезда 4 района. Видим. То есть, Аскиский, Таштыбский, Черковский и Чебаковский. Чебаковский. Ну, вот два названия у нас канули в лету. Ну, я бы сказала, что Чебаковский – это предвестник Ширинского района. А Черковский – это предвестник Чебаканского района. Будем сейчас подробно с этим всем разбираться. То есть, вот у нас 4 района. Хакасия, в принципе, ну, как мы сказали, что нет только Бейского района, территория Бейского района. То есть, может быть, частично Алтайского. То есть, получается. Есть и Алтайский, и Орджоникидзевский. Ну, то есть, у нас пока их нет. Так. То есть, мы имеем 4 района. То есть, со Скиским все понятно. Он как бы тут, да, если так посмотреть, то территориально где-то его там подрезали, подравнивали, так скажем. А с Таштыбским тоже, в принципе, все понятно. То есть, большой, крупный район. Что у нас известно по поводу Чебаковского, например. Чебаковский район. Понятно, образован в 1924 году. Ну, там как раз любопытное упоминание есть в самом документе по поводу Чебаковского района. Это даже не Волость была. А, вернее, Волость, да. Ачинская горная Волость. Центр селения Покровской, Чебаки тоже. То есть, Чебаки, да. Там церковь Покрова была, поэтому Покровская. Вот, поэтому... То есть, вот Чебаковский район. Ну, центр была-то промышленность с того времени. Ну, мы же все уже не раз рассказывали про Дом Иваницкого и так далее. То есть, это... Вот эта история оттуда. Да, это такой крупный промышленный центр. Ну, и, соответственно, вокруг него инфраструктура. Вот такой... И до 1925 года, пока, думаю, что 1924 год, на строительство Ачинской-Мюнсинской дороги, пока станцию Ширани построили, был центр в Чебаках. Да, на самом деле Чебаковский район на карте Хакасии существует до 1933 года. То есть, когда решением, соответственно, идем оттуда... Законодательных органов. Да, то есть, по сути дела, не то, что там на местном уровне решили. На местном уровне посовещались, направили там... Представления. Решение принимают там. Центр района Чебаковского перенесен на станцию железнодороги Шира. Там тоже очень много разногласий именно по дате рождения района Ширинского. То ли когда там поставили станцию, то ли когда пришел первый поезд. Получается, что в 1933-м перенесли центр района и переименовали в Ширинский. То есть, какое-то время, вот он почти 9 лет существовал как Чебаковский. Ну, с центром Шира. Так получается. Получается так. Но, опять же... Ну, то есть, да, Ширинский район с 1933 года. То есть, с 1924 он как Чебаковский, с 1933 как Ширинский уже. Ну, вот они тоже, они, если честно, если я не ошибаюсь, то они... Администрация Ширинского района в 1922 году или в 1923 праздновали... Была небольшая заметка в газете, что праздновали там... Столетия. Столетия. И у нас были на базе библиотеки архивное чтение. И там даже один выступающий оспаривал вот это решение. И как-то, вот знаете, вот в связи с резонансом вот это забытие сильно широко не вышло за пределы района. Но такой факт был. Ну, то есть, вот получается, что как бы приходится разбираться, залазить вот эти все дебри, то есть, административно-территориальное отделение, чтобы разобраться вот в таких вещах. Но при этом мы понимаем, что территория-то большая, ну, если четыре района, да? То есть, сейчас восемь, а было четыре. Да. Соответственно, районы еще делили. Ну, идем по порядку, сейчас просто не буду забегать вперед. Идем до Черковский район. То есть, Черковский район, 24-й год. Буквально под таким названием он существует до 1930-го года. То есть, Черковский район. Алл-Черков, да, в принципе, центр такой известный. Сейчас это небольшой населенный пункт, а тогда это прям такой вот... Если учесть, что там когда-то в старые времена были в том районе уйбацкий дворец и так далее. Ну, потом Алл-Черков, он такой крупный скотоводческий центр, так скажем, там вот эта знаменитая долина реки Камышта идет в уйба. То есть, там он достаточно хорошо, удобно расположенный и большое селение. И все первые съезды хакасского народа, которые, знаете, проходили в 1917-18 годах, они проходили как раз в Алле-Черков. Не надо забывать. Ну, раз ты уже эту тему затронула. Расскажи вот про варианты, где могла оказаться столица уезда. Ну, столица уезда могла оказаться... Три-три варианта же рассматривали. Ну, да, Черков, село Усебаканское и Аскысское. Три-три варианта. Ну, Аскысское – это Аскиз современный. Три варианта, но вот все, как всегда, решило транспортные коммуникации. То есть, было решено достраивать железную дорогу. Станция Абакан была намечена. Еще в 1915 году она уже была намечена. Станция Абакан, и это все решило. Так же, как и сейчас. Очень удобный логистический центр. И аэропорт у нас есть, и автомобильная дорога, и железная дорога. Все складывается. Хотя, в принципе, железная дорога есть сейчас и в Аскизе, и в Алл-Черков, там, станция Уйбат. Ну, не сложилось. Вот, что называется. Да, вот, как говорится, повороты судьбы. Потому что, действительно, такой есть документ. Не один даже. Это переписка такая между Минусинском, между местными властями. И, собственно... Сибирскими властями. Да, да. То есть, о том, где быть в столице. Потому что в постановлении все-таки... Здесь, наверное, не говорится, в этой редакции. Но есть редакция, в которой четко говорится, что временным центром избрать село Усть-Абаканское. Ну, до 23-й год, потому что... Да, у нас звонок сейчас примем. И продолжим. Сорвался. Ну, ладно. Вот. Так что тут варианты такие прям интересные. Вот, история из географии, они прямо вызывают вопросы всегда. Вот, идем дальше. Черковский. То, что касается Черковского района. Центр перенесен в Усть-Абакан. Там, так, Усть-Абакан, название, соответственно, изменилось. Центр в Усть-Абаканское. То есть, получается, что Усть-Абаканский район у нас с 30-го года существует. Ну, вот эта путаница. 31-й год город Абакан. И, соответственно, чуть позднее образуется Усть-Абакан как поселок. Рабочий поселок Усть-Абакан. И вот у нас... Бывший лесозавод. Бывший лесозавод. Ну, в принципе, он даже объединял... С основной частью Усть-Абакана была... Он очень такой вытянутый поселок вдоль реки Несей с поворотом. И там одна из... Просто один из районов назван лесозавод. Как бы он там и был, по сути. И во многих документах он встречается, как Абаканский лесной завод. Еще есть такой очень часто. И я знаю, что были документы и были ходатайства, когда жители и власти района подавали в Овцы к ходатайству, чтобы лесозаводу тоже присвоили статус города. Потому что вокруг Абакан возник. Через 5 лет Черногорск лесозавод тоже хотел быть городом. Ну, вот, так скажем, не хватило обоснований. Но факт был фактом. Ну, кстати, почему бы нет? Там же были большие перспективы развития химической промышленности и так далее. А ну вот даже лесозавод, к сожалению... Ну, в свое время-то, конечно, он делал многие щитовые дома. И даже пройдешь, если по улицам Старого Абакана, где-то вот эти двухэтажные, это все сделано на Усть-Абаканском или на Абаканском лесозаводе. И в Черногорске таких домов достаточно. И они их отправляли. Правда, они сейчас выглядят у вас немножко по-другому. Их обшили. Ну, обшили, да. Где-то обшили, где-то не обшили. Ну, и материалами они так... Потом это, конечно, уже гидролизный завод на базе, так скажем, этого лесного хозяйства. То есть, актуальности сплава по лесу уже после строительства ГЭС не стало. То есть, тут уже другие. Но то, что была большая лесная промышленность в Хакасе и были перспективы, это однозначно. Ну, по районам, конечно, ждем своего исследователя. Эта тема безограничная. И мы будем благодарны, если кто-то у нас бы взял бы, перенял бы знамя и нам бы издал бы такую книгу. Да, разобрался бы в этом вопросе, просто рассказал бы нам подробненько. Ну, то есть, смотри, в принципе, что мы имеем. Касаясь именно тех четырех районов, которые так готовятся к своему столетию. Ну, с Воскидским, например, вопросов нет. То есть, здесь, в принципе, 1924 год, видимо, район и съезд. Есть, наверное, определенная дата. Какие-то документы все равно должны в архивах отложиться. Ну, конечно. Таштыб. То, что касается Таштыбского района. То есть, мы, как я уже упомянул, в 1923 году официальный состав уезда, она еще не включена. Волость Таштыбская. Вот, в 1924 как раз на одном из заседаний Хакасского ревкома рассматривалось обращение жителей о том, что они хотели бы войти, чтобы включили территорию в состав Хакасского уезда. То есть, в 1924 году, видимо, этот вопрос решился положительно. И так или иначе, ну, то есть, в принципе, в 1924 году Таштыбский район, почему нет? Да, так, в принципе, как бы круглая. А вот что вот быть, например, ну, как быть, например, с Чебаковским районом, да? То есть, как бы, 1924 год Чебаковский район, да? То есть, с 1933-го Ширинский. То есть, насколько вот они преемственности вот это вот прослеживается и так далее. То есть, ну, я вот прям не знаю. То есть, если прямо говорить... Вот сложно, да? То есть, на самом деле. Сложно, конечно. Вроде как район был, управление было, какие-то все атрибуты, так скажем, власти были. Ну, то есть, ну, в принципе, как бы, да. То есть, 24-й год, в принципе, имеет право на существование, да? То есть, как бы, дата. Да, с 1933-го Ширинский, переезд и так далее. То есть, ну, можно два раза отпраздновать юбилей. Можно. Вот, почему нет? У нас народ любит. То, что касается, допустим, Черковского. То есть, в 1924-м году нормальный как бы район. То есть, крупный достаточно. С 1930-го уже Усть-Абаканский, соответственно. Ну, вот опять же две даты. Тоже две даты. Ну, в принципе, в принципе, я как бы, я только за, лишь бы люди помнили эти даты, лишь бы их знали. То есть, каким-то образом. Ну, и хорошо подготовились к какой-то, такую хорошую историческую справку. Мы хотим видеть какую-то книгу. Хотя у нас, в принципе, по районам, по многим районам есть. За исключением Усть-Абаканского района, как ни странно. А по-моему, есть. По-моему, есть. Нет, по нему нет. Очень хорошие книги. Только вот небольшие такие юбилейные рекламные такого плана книги. А. Такого вот серии, как неяли, по районам. Почти по всем районам выпущены книги. Такие... Вот две у меня есть. Да. Скизский район, Таштыбский район, Багратский, если не ошибаюсь. Ширинский. Ширинский вот у меня на столе книга лежит. И тогда, ну вот, по Бейскому району, я знаю, есть исследователи у нас, солдатов Петр Николаевич. И даже на сайте нашей библиотеки в разделе публикации краеведов книжка в электронном виде есть именно история Бейского района. То есть, кого это интересует, пожалуйста. Тут совсем недавно коллеги из Мартианатского и Минусинского музея задавали вопрос, в каком году село, означенное из состава Минусинского, вошло в состав Бейского района. Говорят, ну пожалуйста, откройте, посмотрите на сайте книгу. Написали большое спасибо. Будем дружить краеведами разных территорий. Спасибо. То есть, на самом деле пополняется сайт еще раз. Сайт пополняется, и литература есть, и в том числе вот трудами и профессиональных ученых, и вот даже вот краеведов скрупулезный труд по Бейскому району. Вот он собрал, молодец. В архивах человек работал. Вот, то есть, на самом деле, как бы работа-то движется. Да, то есть, пользуясь случаем, адресуем вас к сайту Национальной библиотеки имени Доможакова. То есть, сам регулярно захожу туда. То есть, не скажу, что все равно, наверное, каждый день все равно заглядываю за какую-нибудь информацию, потому что знаю, что, может быть, на своих флешках сразу не найду. Вот там точно для какой-то информации. Идем дальше. 1925 год. Образуется новый район. То есть, сейчас даже скажу, называется он Сухотесинский. Почему Сухотесинский? Потому что... Сухая тесть. Сухая тесть, да. То есть, татарская тесть или сухая тесть – это селение по документу. То есть, если вот языком документа обращаться, вернее, пользоваться языком документа. Сухотесинский район, да. В 1928 году там появляется совхоз имени Баграда Якова Ехимовича. Уже, кстати, да. А затем... В каком же году? А затем у нас уже с 1933, опять же, 1933 года появляется на карте село Баград. Соответственно, район становится Баградским. Вот такой вот... Улица Баграда есть и в Абакане. Улица Баграда есть и в Черногорске. И я как-то проводили мы лет 15 назад с горжанами различные опросы, игры. И многие... Почему улица Баграда? Они говорят, ну, потому что село Баград. А кто такой Баград? Многие люди не знают, что был такой революционер. Яков Ефимович Баград. Такая вот яркая личность. Ну, вот мы надеемся... Да, то есть, это на самом деле очень яркая личность для, скажем так, в истории. К Хакасии, наверное, он, может быть, не столько... Не имеет отношения. Не такое уж явное отношение имеет. То есть, это человек с хорошим образованием. То есть, там западное образование. То есть, который увлекся в определенный момент... Он там даже степенью есть ученые. То есть, увлекся вот этой революционной деятельностью. Был с меньшевиками. Потом перешел на сторону большевиков. То есть, эта вот ссылка, Турханский край, вот эта вот вся биография. Вот этот вот пламенный революционер и так далее. Но в определенный момент он как раз вот это вот между властью, то есть, между первой и второй советской властью, как мы уже обозначили, он попадает в плен, приезжает с агитационными выступлениями на рудник. Юлия, по-моему, или Улень, на руднике, то есть, Хакасию. И здесь его просто попал в плен. Расстреляли, как говорится, на льду. Да, это уже в Красноярске потом. Вот человек с яркой такой судьбой, то есть, харизматичный. И, видимо, в честь того, что его арестовали именно в Хакасии, то есть, каким-то вот так решили выкричить его память, вот этот... Багратский, Сухотесинский. Сначала совхоз. Совхоз, то есть, видимо... Нет, колхоз тогда. Совхоз, да, колхоз. То есть, 28-й год получается к... Что получается, к десятилетию, наверное. Гибели или ареста Баграта. Скорее всего, гибели. Или пребывания тут. В 17-й год, скорее всего, как раз колчаковские. Да. А затем уже, собственно говоря, видимо, вот это название, ну, так или иначе. Оно трансформировалось. Видите, даже никто сейчас даже не задумывается, почему именно Багратский район что-то именно носит революционера. Ну, повезло, что не с другой фамилией. Причем на родине в Одессе, наверное, о нем не помнят, да? Да. А у нас... Вот. Заковечили в названиях улицы, тем более населенного пункта и целого района. Ну, да. Итак, уже таким образом, 1925-й год, Сухотесинский будущий, Багратский район, то есть тоже пятый. Но опять же, получается, что Багратский район у нас может претендовать на столетие в следующем годе. Ну, в 25-м. В 2025-м. То есть, в принципе, тоже. Но опять же, свое название Багратский с 1933-го года. Опять же. Ну, как нейминг, да? Да, вот Ширинский, то есть Багратский. То есть, видимо, опять очередная какая-то реформа происходила. То есть, территориально понятно, что там с образованием Хакасской автономной области уже преобразование. Идем дальше. Идем дальше. С 1935-го года на карте появляется Саралинский район. Центр селения Гидростанция. Вот я говорил, что территория Чебаковского или Ширинского района, она такая прям большая слишком была. Понятно, что каким-то образом, чтобы управлять эффективной территорией, нужно ее, может быть, даже делить. Вот и поделили. Вот и поделили. То есть, в 1935-м году мы получаем Саралинский район. А вот тут еще интересный момент. Дело в том, что в 1931-м году вот такой исправочник, сейчас точно не скажу даже, где его нарыл, копал. Вот. Я просто выписал себе этот блокнот у меня такой боевой. Я его завел еще, когда начал делать программу Абакан родом из 30-х. И всяческие вот такие заметки я себе туда вносил. И вот, чего я, собственно говоря, нашел. Вот смотрите. То есть, 1931-го года, да? Кстати, вот он, Сухотесинский район, так и указан. То есть, количество жителей. То, что касается населенных пунктов. Вот смотрите. Абакан в 1931-м году. 7688 человек. Черногорка. Черногорка. Почему Черногорка? Это не уменьшительное какое-то, унизительное. Встречается в документах, но нигде официально это название не зафиксировано. То есть, в документах есть? В документах встречается он везде. В 1929-й год поселок Черногорские копии, рабочий поселок. А в документах он везде идет. Черногорка, Черногорка. Понятно. То есть, и Хакасская кочегарка, это тоже о ней. Хакасская кочегарка. Но знаете, даже интересное такое замечание, наблюдение, я бы даже сказала, жителей города или нашего региона. И кто всегда говорит, даже на автовокзале или где-то в разговорах, если слышишь Черногорка, значит, чувствуется, что человек местный. А если пафосно Черногорск, то нет, оно, конечно, встречается. Сейчас это название, оно ласкает слух, его практически уже нет. Он уже не в обиходе. Но еще встречается. Ты поедешь в Черногорку? Это да. Я, собственно говоря, всегда именно вырос в той среде. У меня родители постоянно называли Черногорка. То есть, родственники приезжали, они говорили про Черногорку. Ну, это название такое ласковое, хорошее. Не буду уговорить, какое сейчас название. Мне совершенно не нравится. С выходом одноименного фильма. Есть такое. Ассоциации. Так вот, Абакан 7688, Черногорка 8204. 31 год. По населению, да? По численности жителей. И на первом месте 15883. Сарала. Сарала. То есть, в 31 году это самый крупный населенный пункт на территории Хакасии к 31 году. Сколько там населения? 15 тысяч. 15 тысяч. То есть, получается, это Черногорка и Абакан вместе взяты. А я недавно была, когда на Сибирском форуме, там прозвучало поселок, где в Кураге надо бывали, Краснокаменск. Центр тоже золотодобычи. 19 тысяч населения. Я была вообще немножечко даже так. Ну, там как раз повлияли процессы раскулачивания. То есть, таким образом создавали рабочую силу из таких крепких крестьян. Вот все они или на Саралу, или в Краснокаменск, ну, или в Черногорск. Бывшие крестьяне становились формированием нового рабочего класса. Вообще, знаете, я хочу сказать, этот период, а если вы уже затронули тему, мы затронули с населением, с демографией, официально у нас перепись 29-го года, и потом перепись... Ой, перепись 26-го года, и затем перепись 39-го года. Официальная, да. Там еще была перепись в середине 30-х, но ее, как бы, она считается репрессированной перепись. Репрессированная перепись. Так вот, у нас население только в Черногорске выросло в 12 раз. Понимаете, вот за этот небольшой период в 12 раз. А инфраструктура, извините меня, то же самое и Абакан испытывал. Ну, не до вас и такие большие темпы роста населения были. Все равно большие. То есть, тут элементарно. Не было ни водопроводов, извините, никакой канализации, даже речи не шло. То есть, там электричества не хватало на всех. То есть, это вот такие большие проблемы, а у нас еще и питьевой воды в городе не было. Извините, у нас не было естественных водоемов. Самые ближайшие 6 километров. Просто привозная была в Черногорске. Привозная вода. Поэтому это очень такие сложные вопросы. В Сорале, ладно, там реки, в тайге, там лес можно, так скажем, согреться, построить дома. А у нас, что в Абакане, что в Черногорске, строительного леса нет, дома строить не из чего. Кирпичных заводов еще до такой степени были они, конечно, кирпичные. Но не в таких объемах. Но не в таких объемах. Поэтому это сейчас рассуждать, конечно. А вот как она строилась, эта Хакасия, как она, извините меня, поднималась вот в 20-е, 30-е годы. Это же вот эти болезни. Иногда по документам я читала, в Черногорск въезд по карантину. Люди приезжают, где-то там какое-то время находятся, их там полностью дезинфекция, дезинфекция, вшивобойки даже строили. Это встречается в документах. То есть это потом больницы, люди болеют, школы, детям надо учиться, детские сады, ясль, вся инфраструктура, магазины, в конце концов. Человек каждый день хочет есть. То есть тут столько вопросов. И вот это создание уезда, кажется, вот создали. А на самом деле это очень все. Об этом да, то есть я как раз об этом в программе говорил немножко, о том, что так коснулся вот этих проблем, когда столкнулись с тем, что вообще даже разместить административные учреждения, это, собственно говоря, негде. То есть есть определенный аппарат управленцев, который должен быть по статусу уезда. Но помещений для них не то, что там жить, работать негде. Часть учебных заведений, каких-то организаций размещалась в Минусинске какое-то время, это даже не секрет. Да, да, да. То есть вот это вот подселение, бронирование квартир, когда дома изымали, то есть там, пожалуйста, загляните в архивы, то есть это в документах прям целый список фамилий жителей села Усть-Ябаканское, у которых забрали у кого-то комнату, у кого-то две комнаты, у кого-то целый дом, у кого-то два дома. Ну, понятно, у кого два дома. Того попросили, да, поделиться. Да, то есть не бедствовал. Опять же шли переговоры о том, что есть рядом станция Абакан расположенная в двух километрах, да, железнодорожная станция Абакан, Томской железной дороги. Но тут, как говорится, извините... У них своё министерство, своя отчуждённая территория. Сейчас, до сих пор территория Министерства путей сообщения, железнодорожной дороги – это государство в государстве. Точно. Это вот буквально интервью с почётным железнодорожником слушал, он прямо про это сказал, что были вот эти моменты для очередной программы. Сейчас отсматриваю кусочек, он говорит, у нас государство в государстве НПС. То есть это прям вот звонок прям там настойчиво идёт. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я вам тоже желаю с проблемами справляться и хороших выходных вам. Спасибо. Спасибо. Да. Вот. И, по сути дела, да, вот мы говорим об этих моментах, да, то есть создании там города и так далее. Железная дорога, да, вот, собственно говоря, станция, да, можно было бы там чего-то потеснить станцию, но не так-то всё просто. Вообще не просто. Переговоры о пустующих помещениях шли, собственно говоря, но оказалось проще свои построить, чем кому-то ходить. Ну, конечно. Тут вообще изначально, как в «Алисе стране чудес», да, всё не так окажется на поверхности. Для того, чтобы… Я, конечно, не могу утверждать 100%, но у меня моя точка зрения. Для того, чтобы создать вот эту административную единицу, да, народ, но она же должна экономически работать и обеспечивать себя. И вы знаете, после 1920 года Судамасово же поехали, я уже, может быть, в какой-то передаче вилла в Томске, из многих центров поехали профессиональные геологи смотреть наши богатства, наши недры, оценивать наши ресурсы, водные, лесные, запасы угля, золота. Опять же, у вас на сайте библиотеки очень много вот этих публикаций таких. Конечно, и поэтому тут очень большой был пласт, и когда поняли, что имеет перспективу, потенциал, тогда сначала, а, приняли решение достроить дорогу, и как только приняли где-то примерно 22-23 год решения дорогу строить, даже 22-й, когда, я так поняла, что одно время Дзержинский был наркомом пути сообщения, он приезжал в Новониколаевск, вот как раз разрушенная вот это после 20-го года, вот, и когда узнали, что запас угля есть, дорога будет достроена, средства выделят, даже у молодой советской власти не было столько денег, чтобы построить железную дорогу, и ее же второй раз воссоздали, или сказали, достраивать стали в виде акционерного общества. То есть были выпущены акции, люди туда делали паи, даже иностранцам разрешали покупать какую-то часть. Агитация очень широкая тогда в газетах была. Да, Чминдор, да, и достраивали в виде вот именно вот таким, ну я бы не сказала, народным это нельзя называть, но у кого были средства, те вложили, поверили, ну а затем это свернулось, новая экономическая политика, и как всегда у нас, или как часто бывает, люди остались, так скажем, просто с бумажками, да, в виде акций, но по крайней мере... Зато сколько сейчас эти акции могут стоить на средизно таком ценителе? Ну, как риоритет, да, как риоритет, я знаю, есть такие бумаги... В интернет заглядываешь, да? В Черногорском музее, я знаю, есть такая бумага, ее подарили на каких-то чтениях. Подарили, то есть есть? Да, есть, подарил. Были там и жетоны от Чинской, на Чинской дороге, и затем уже и уезд логично подводится к тому, что да, если есть перспективы, почему бы и нет? Кстати, Итыгин называл Ачминдор Хакасской дорогой. Конечно. Что на нас это наставил. Вообще человек, я хотела бы, конечно, чтобы у нас появилось где-нибудь в районе железнодорожного вокзала, если это возможно, какая-нибудь памятная табличка, что вот здесь пришел в 25-м году поезд, и что вот кто способствовал строительству этой дороги. Ну, я думаю, логично было бы, конечно, и Итыгину упомянуть. То есть он связан с железной дорогой. И вот совсем, если вы заглядывали буквально вчера у нас в социальных сетях, на сайте этой информации нет, один человек, исследователь из Хабаровска, Алексей Колесников, прислал нам письмо в библиотеку и фотографию своего прадеда, ученика железнодорожной школы в Красноярске, заведующий которой был Георгий Игнатьевич Итыгин. И там есть новый, его неизвестный, его портрет, он в форме железнодорожной. То есть Итыгин в форме железнодорожной? Да, там среди учеников. То есть он возглавлял почти 10 лет эту школу железнодорожную. А ведь заметь, какое полезное дело мы делаем, да? Вообще. Вот это, что называется, рассказываем о людях, о событиях, которые... Я говорю вообще, на самом деле, как бы история Хакасии для меня с определенного момента читается как большой художественный роман. То есть я вот то и дело вижу там людей, которых вот тут я уже упоминал, да? То есть это... Здесь можно вот... Итыгин, да? То есть можно бесконечно долго тут рассказывать эти моменты. Баландина, то есть опять же Ачминдор, то есть прочие-прочие-прочие моменты. Опять же там и кого только нету. То есть Янчевецкий, Василий Ян, то есть которого мы в программе упоминали. То есть это прям вот... Да у нас в этом плане... То есть много мы чего не знаем? Да, много чего не знаем. И просто вот эти усилия этих людей, которые остались, так скажем, скромные, вот... Ну а мы плодами-то их, так скажем, их идеями, которые воплотились, мы пользуемся до сих пор, редко задумываясь. Вот пройдемся дальше по районам, да? Получается. 35-й год. Саралинский район. Центр гидростанции. Поселок Гидра он сейчас называется. С 55-го он становится Арженикизовским районом. Вот. Дальше пробежимся. С 59-го года центр перенесен в Копьево. Понятно. В 44-м году у нас на карте появляется Алтайский район. То есть получается, что... Причем такой вот он... С ним очень все так очень печально, все сложно. То есть Алтайский район, а центр у него в Белом Яре, да? Ну да, село Алтай, уже даже все позабыли, что такое был населенный пункт село Алтай. А у нас там, слава богу, есть исследователь, Леонид Николаевич Баяндин, он занимается историей Алтайского района. Там, в принципе, как... Можно смело, как скажем, быть уверенным, что там вся история написана. И он поделился публикацией с библиотекой. Именно тоже из сборника законодательных актов. И я не могла очень долго найти постановление, когда же был создан Алтайский район. Вот он поделился с записью. Вот написано буквально, потому что как бы в свое время заметки для себя делал. Вот написано, что из-за невыгодного, ну тут для себя вопросительный знак поставил, географического положения в 45-м году центр перенесен в Белый Яр. 49 километров от села Алтай. Ну вот это село Алтай, оно тоже интересное происхождение, да? Всегда путаница. Причем тут Алтай, Алтайский край, тут наверняется гор на Алтай. А вообще исследователи, которые приезжали, они ошибочно думали на наше Саяно, что это продолжение Алтайских гор. Ну вот так как-то я слышала. С Саяно-Алтайской Нагорье, допустим. Да. И вообще вот я соглашусь с утверждением Леонида Валентиновича Еремина, что у нас все-таки Алтайских гор намного больше, чем Саянских на нашей территории окружают. То есть у нас Алтайский, вот Кузнецкая Алатау, так скажем, Алтайские горы, они у нас больше присутствуют на территории Хакасии, достаточно более по протяженности. Ну точно, для Алтайского, мы выбираем дату, получается, если для Аджиникидзевского, опять же, два названия, да? Саралинский, Аджиникидзевский, то есть 35-й год Саралинский. В принципе, наверное, можно как бы вот... Ну Алтайский, 44-й год. Да, наверное, можно. То есть две даты как бы создания, переименования, ну опять же. С Алтайским тоже как бы все понятно, да? То есть странно, что почему-то, кстати, на свой район не переименовали. Белоярский. Белоярский. Ну вот у нас, видите, какие интересные. То есть вот, допустим, переносят село, допустим, и центр из Чебаков в Шира, то есть район становится Ширинским. Переносят, допустим, там из Черкова в Усть-Абаканск. Усть-Абаканское. Усть-Абакан. Усть-Абакан. Да, то есть. А тут перенесли село буквально, вернее, центр перенесли. Хотя, наверное, время, военное время не до того было. Вообще не до того. 44-45. Я даже просматривали газеты местные, советской Хакасии, в газете даже заметки нигде об этом нету. Вот. То есть вот очень интересно. Время было такое тяжелое. Не до того как. Да. Ну а то, что касается вот уже... Сколько все, кажется, районы прошли? Бейский. Остался только Бейский. Да, вот Бейский район. Опять же, опять же, как самостоятельный район, да, то есть как район, вернее. То есть 1924 год. 4 апреля образован приказом Унисейского группы сполкома в составе Бейской и Удинской властей. Да. Так. Бейский район входил в состав Минусинского округа. В 1933-м постановлением Западно-Сибирского края сполкома Бейский район упразднен и его территория распределена между Аскизским, Минусинским и Ермаковским районами. То есть дата постановление 8 марта 1933 года. В 1935 году вновь создан Бейский район из Аскизского и Минусинского районов. В 1963-м снова упразднен. Территория присоединена к Алтайскому району. В 1965 году снова выделен как самостоятельный район Хакасской автономной области. Какая-то вот вереница таких упразднений и образований. То есть что-то вот прям... Ну, вы знаете, если мы даже по районам не можем разобраться, а по населенным пунктам вот эти вот колхозы, совхозы, разуккомплектования, какие-то центральные усадьбы. То есть до такой степени очень много населенных пунктов, которых вообще названия в Хакасии уже нету этих названий. Ну вот, да, просто мы пройдемся. У историков они на слуху. Синявинское селение. Даже сейчас населенного пункта... Нет, оно сейчас малое село Синявин. Оно есть на карте, но я не знаю там сколько жителей. Восемь. А чем оно известно? Там Козласов родился? Ну, это да, мы знаем. Там была большая церковь, очень такая красивая. Там остался, кстати, до сих пор фундамент этой церкви. Ну, то есть вот даже... Там проходят съезды, как вот съезды, сходы, летом собираются бывшие жители села. То есть народ знает? Вот так. Да. У нас сюжет был, когда я работала на ГТРК, вот об этом. То есть, в принципе, помнят об этом, да? Конечно. Жители помнят. Жители вообще помнят. Звонок пытается прорваться. Здравствуйте. Слушаем. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Алексей, вы так интересно рассказываете, так беседуете интересно. Хоть и я не Абаканская, но... Спасибо. 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 Вот просто у нас... Вы видите, как хорошо, приятно, что вечер, пятница. Да, вечер пятница. Кто-то проводит с пользой, узнают. Потому что, ну, история, она, знаете, быстротечная такая, а мы вот любим бумаги, книги, документы различные, уточняем всё. Ну, кто-то скажет, так, какая разница? На самом деле разница большая, потому что от этого зависело. Один раз обращался человек, вы знаете, у него в свидетельстве о рождении тоже было написано Черногорка. Так написано. Да, вот понимаете, ошибка. А потом, скорее всего, человек ушёл из жизни, надо было подтвердить, то есть документально подтвердить, что так вот... И обращались потомки, мы делали справку, составляли... О том, что было такое? Ну, нет, ну, то есть мы можем говорить о том, что был посёлок Черногорские копии, город Черногорск, но Черногорка, ну, написали, что встречается в документах, что да, действительно имеет отношение человек, как бы что-то в России, в Хакасии. Ну, вот. Всякие нюансы бывают. Бывает. Сейчас очень модно, знаете, составлять вот эти, ну, не модно, популярно, натальные карты, там надо точные координаты, где родились, дату рождения, точное время. И очень, когда люди обращаются, приходят, а населённого пункта, допустим, нет, а где же на карте такой населённый пункт был? Ну, примерно мы помогаем искать для того, чтобы определить человеку примерные координаты. Там, северная широта, восточная долгота, даже таким занимаются библиотекари. Ну, это вот труд ваш, что называется, он приносит пользу. То есть, на самом деле, как бы мы видим эти результаты очевидные вообще. То есть, даже само доказательство того, что ты в этой студии чувствуешь себя вполне к месту, да, то есть, как бы специалист в библиотеке, но, тем не менее, не будем забывать о твоём историческом образовании всё-таки, да. То есть, так или иначе, разговор с историком. То есть, вот просто я смотрю, время истекает. Елена Леонидовна Кривоносова, специалист Национальной библиотеки имени Доможакова. Это был разговор с историком. Ну, собственно, на этом сегодня всё. Спасибо, Алексей.